Приветствую вас, Ольга. Честно говоря, не очень понимаю ваш вопрос. Что делать, чтобы что? Чего вы хотите? Ну, то есть, изменить своего супруга вам явно не получится. Честно говоря, то, что вы узаконили ваши отношения, когда родился ребенок, лично для меня, это было предельно ясно, что у вашего мужа к вам вот такое довольно специфическое отношение к вам, опять же, повторюсь. Вот. То есть, я не очень, я не уверен в том, что понимаю, чего вы хотите, ну, до конца. Вот так я бы сказал. То есть, я не уверен в том, что понимаю, в чем вы нуждаетесь. Вот. Или в помощи, вот, ну, в какой, в какой, в какой помощи вы нуждаетесь и так далее. Вот. Поэтому я бы сказал, что сначала вам надо бы определиться с тем, чего вы хотите. Ну, побольше уже думать относительно того, как, как, как этого достичь, вот, как этого добиться и так далее. Вот. Какая-то такая история. В противном случае мы просто с вами рискуем увязнуть в разговорах о том, что важно, а что нет. Вот. А мне об этого не хотелось. Честно говоря. Вот. Поэтому давайте вот как-то, 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 может быть, с этого и начнем. Вот. Давайте как-то, может быть, с этого и начнем. Повозже что делать, чтобы шипал. Сейчас пытайтесь, по сути-то дел, как мне кажется, ответственность переложить на нас за свою жизнь. Вот. А мне об этого не хотелось. Я считаю, что вы сами, в принципе, способны справиться с, там, ну, с ситуацией. Вот. Я считаю, что вы сами, сами способны сделать выбор. Вот. Поэтому у вас есть негативные сценарии терпящего человека. Вот. Ваша мама предлагает вам терпеть. Подруги предлагают вам терпеть. Вот. И, как бы, вы сами считаете, что можно и нужно терпеть. Вот. И это, как мне, ну, вот, как мне кажется, это, конечно, деморализовывает достаточно сильно. Вот. Вот. Но, вот, вот. Вопрос здесь все же звучит именно так. А, чего вы хотите? Вот. Еще можно поработать с самооценкой, можно поработать с уверенностью в себе, со страхами вашими можно поработать. Можно поработать с личными границами, которые, мне кажется, очень легко нарушить. Вот. Ну, потому что, мне, ну, мне так кажется, очень легко нарушить ваши личные границы. Вот. И вот с этого, я думаю, можно было бы и начать. Вот. Вот. А дальше уже надо смотреть. Вот. А дальше уже двигаться куда-то вот ближе к сути. Вот. То есть дальше уже рассматривать для вас вот возможность продвигать свои интересы. Вот. Я бы так сказал. Вот. С точки зрения психологии. Вот. Мне кажется, что развод ничего не даст. Вот. Для вас, по крайней мере. Потому что у вас есть определенная модель поведения в первую очередь. Это именно модель поведения. Это именно определенные ожидания от вашего партнера. Это определенное позиционирование себя. И мне кажется, что это никуда не денется. В том смысле, что, ну, убежите вы от этого мужчины. Ну, будет другой мужчина. Вот. То есть вам просто нужна, как мне кажется, психотерапия для, ну, для созависленных. Вот. Потому что ваш мужчина, он, как раз, вот, такой он, ну, тиран. Не тиран, да? Но то, что он, как бы, расправляет, это факт. И вам нужно в этом смысле помощь. Вот. Помощь не обоевать, да? Не противостоять какой-то, ну, тиранике, да? Да, мне не очень нравится это слово. Вот. Противостоять тирании. Вот. А именно, продвигать, вот, все свои интересы. Столетовые границы. Ведь почему мужчины, как вам, так как мы, помысловые, вначале, вставили себя в исчерп, в интерес. Вот. Не вращали свои отношения к чему-то. Не наставили на, ну, на своем, ну, на чем-то. Вот. И как результат, вот. Как результат, вот. Как результат имеете, вот, то, что имеет. Вот. Поэтому, такая грустная по итогу ситуация получается. Вот. Вот. И всему этому нужно научиться. Вот. А, всему этому можно научиться. Вот. При желании. Вот. Вот. Если вы этого хотите, конечно. Вот. Если вам это нужно. Я просто, вот, пока что не очень понимаю, нужно ли вам это. Потому что у вас вопрос, что делать, да, он, как бы, подразумевает несколько ответов. То есть, вы сомневаетесь. Вот. Ну, и, вот, есть вопрос, собственно говоря. В чем вы сомневаетесь. В чем конкретно ваши сомнения? Вот. Вот, с чем они, ваши сомнения, связаны, вот, понимаете, да, о чем мы, ну вот, что я имею ввиду, вот, на это нужно обратить внимание, в первую очередь. А дальше уже, как мне кажется, будет, ну, видно, вот, дальше, как мне кажется, уже будет, ну, плюс-минус, понятно, в каком направлении вам двигаться дальше. Вот, и как вот, ну, условно говоря, там, себя не предать, да, например, ну вот, как условно говоря, там, ну, свои интересы продвигать. Вот, я думаю, примерно так можно было бы. Ответить вам на вопрос, вот, который вы задаете. Я надеюсь, что вам это было полезно. Вот, я, конечно, вам сочитываю, сочитываю, потому что ваше жизнь не произошло. Вот, но я хочу обратить внимание на одну вещь. Вот вы пишите. Я замужем полгода, и ребенок полгода... Благодавалович. Узаконили брак после родения ребенка. У меня всего будет половина года. Вот, как бы, вот, понимаете, вопрос, который вам нужно себе задать сейчас. Когда вы узаконили брак с появлением ребенка, что вы чувствовали? Вот. Когда вы жили эти три с половиной, ну, не три с половиной, понятно, наверное, три года, получается, с человеком, вот, что вы чувствовали? Вот. Вот. Что изменилось сейчас для вас? Просто со стороны, со стороны, кажется, что просто внезапно вы увидели, какой вот мужчина рядом с вами. Вот. Просто вот со стороны внезапно вы увидели Эпа. Вы увидели, какой вот, не знаю, человек с вами находится. Ну, просто так же и не бывает. Вот. То есть, ну, не бывает такого, что вот, эм, что резко сразу, резко сразу, э, открываются глаза на, ну, на партнер. Вот. Понимаете? Вот это происходит, ну, вот, как правило, ну, постепенно достаточно это происходит. Вот. А вот это как будто внезапно произошло. И, я думаю, что это связано с тем, что вы чего-то не напечатали, сейчас заметили. Но обращать внимание только на мужчину. Вот. И, говорите про него, но не говорите про себя. Знаете, какая штука? Чувствуется, что вы от него что-то требуете и, э, ну, может быть, страдаете из-за того, что он не хочет брать ответственность. А, ну, допустим, допустим, за вас или за ребенка. Ну, задайте себе вопрос, а какой ему стимул это делать? Вот. Ну, да, как отец он должен, там, заботиться, как отец. Там, ребенок сам, как родитель. Но, если не заботиться. Вот. Знаете, то есть раньше было что-то, э, в вашей жизни, например, между вами, например, что вы игнорировали, а вам это было, ну, вот, условно проще не замечать, вот, сейчас вы этого не замечать не можете. Сейчас вы к этому относитесь к негативу. Что-то изменилось. Вот что изменилось, мне кажется, надо бы понять в первую очередь вам. Вот. В целом, вы относитесь к себе, мне кажется, с очень сильным принижением, и мне кажется, что косвенно на это намекает ваш поиск советов. То есть вы же понимаете, как это выглядит. Сначала вы, эээ, ну, сначала вы посоветовались с, эээ, с времями, вот, ну, или, или с подругами, вот. А потом обращаюсь к нам. То есть там посоветовались, теперь вот тут, тут, тут советовались. Ну, как бы, все люди вам разные вещи скажут. Вот. Тут, тут, больше, вам надо бы, надо бы на себя ориентироваться, а не на подруг, потому что жить, как бы вам, а не подругам. Вот. Понимаете, какая штука. Подруги-то они сами так живут, как вы сказали, вот. И, естественно, они не хотят, чтобы вы жили по-другому. Потому что вам было бы лучше их. Мама так жила, вероятно. И вы, эээ, ну, как вы понимаете, эээ, мама тоже не хочет, чтобы вы жили по-другому, потому что вам было бы лучше не я. Вот. И она, ну, это все бесконечно. Вот. И она думает, что такой для вас самый лучший вариант. Потому что она себя убедила вы. Вот. Ну, жизнь ваша и вам решать. Мне кажется, что, эээ, хорошим, эээ, таким, эээ, шагом вперед было бы, если бы вы, к примеру, эээ, вот решили бы сами, сами взяли бы на себя ответственно. Вот. Не за что-то такое, знаете, вот, локальное, да? А именно вот за что-то такое глобальное. Вот я выбираю вот так вот. Я выбираю вот такое. И все. И чтобы с этим выбором не осталось. Это было бы здорово. Как мне кажется. А так. Вы сейчас хотите, чтобы за вас мы приняли, приняли их решение. Ну, как бы, на мой взгляд это, вы делаете то самое, что делаете с подругами. Ээээ, вот. На мой взгляд вы делаете то самое, что, ээээ, ну, что делаете, что делаете и с своей мамой. Вот. Модель поведения та же. Не могу сказать, что эта модель поведения, ээээ, конструктивна. Вот. Поэтому, эээ, если вы хотите заниматься действительно собой, если вы хотите действительно изменить свою жизнь, вот. И, например, пойти на психотерапию, а вам она нужна, а то, ээээ, ну, мне кажется, имеет смысл, эээ, свои вот новые модели поведения. Вот. Первое, это личные границы другого человека. Вот. Например. Эээ, я не хочу, эээ, правда ответственно, за вашу жизнь, за вашу жизнь. Я, я, я готов вам помогать. Как, я, я, я готов это делать. Правда. Но, я не хочу, брать ответственно, за вашу жизнь. Вот. Потому что у меня, например, жена, допустим, ну, есть своя жизнь, как бы. Вот. А у других людей, у других людей есть своя жизнь. Вот. Вот. И, когда, ээээ, начинают люди играть в, эээ, спасителей, вот. То есть, когда, вот, начинают брать, ээээ, ответственность, эээ, за, друг до друга. Эээ, редко, когда что-то получается, хорошее. Вот. Вот именно поэтому вы оказались по итогу такой ситуации, вот, в ситуации, ээээ, когда, ээээ, вы по сути, по сути, вынуждены обращаться к психологу. Вот. Это не его корва, я сейчас говорю. Вот именно, на подумать. На подумать. Вот. Как-то так. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь, ээээ, по моему ответу. Это, эээ, позволит вам, эээ, начать работу над собой. Желаю вам, эээ, всего самого доброго, удачи, успехов, обращайтесь за помощью. Потому что сама по себе проблема не идёт, развод тоже проблему не решит.